Невластные партии Армении, Армянский национальный конгресс «Процветающая Армения и наследие» провели многотысячный митинг в Ереване с требованием отставки президента страны Сержа Саркисяна. Выступающие раскритиковали политику президента, в результате которой, по их словам, страна встала перед угрозой бедствия, сократились рабочие места, капитал вывозится из страны, Армения стала неблагоприятной страной для иностранных инвестиций и растёт коррупция. Лидеры партии объявили о создании по всей стране штабов общенационального движения в целях мобилизации людей. При необходимости, по их словам, эти штабы будут задействованы. Помимо экономической ситуации в стране, были подняты также вопросы вступления Армении в Евразийский союз и проведения конституционных реформ. Первый президент Ливонтер Петросян видит Армению в обозримом будущем евразийской системе. И любые препятствия этому процессу, по его мнению, не только бесполезны, но и опасны для страны. Он считает, что в случае отказа от вступления в Евразийский союз, Армению могла бы постичь украинская участь. В Евразийском союзе, по его мнению, Армения оказалась благодаря политике Сержа Саркисяна. Но делать из этого траур он не посоветовал. Необходимо построить демократическую страну, где будут защищены права человека, избавиться от негатива и воспользоваться преимуществами Евразийского союза. С мнением Тер Петросяна о необратимости вступления Армении в Евразийский союз не согласился лидер наследия Рафио Ванесян. Он отметил, что Сержа Саркисян, как нелегитимный президент, поставил под договором нелегитимную подпись. Ванесян также заметил, что его заявление против вступления Армении в Евразийский союз не стоит рассматривать как антироссийскую или ещё какую-то пропаганду. Лидер наследия также отметил, что Армении нужна революция ценностей во имя светлого будущего. Он потребовал свободы политзаключённым в лице Шанта Руцюняна Вартеана Петросяна и Володи Аветисяна. Процветающая Армения обеспокоена экономической ситуацией в стране. Когда безработица достигает 43%, люди массово мигрируют, большинство населения состоят в кредитных долгах, тысячи предприятий закрылись. Лидер партии Гаги Кцарукям предложил эти вопросы решить не словом, а делом, совместными усилиями, исключая Майданы. Достичь отставки власти он предпочитает мирным путём, но альтернативой Майдана не должен стать застой. Гаги Кцарукям выдвинул требования о реформировании избирательного кодекса и перехода к пропорциональной системе, что позволит избежать потрясений. Сплочённость трёх партий позволит добиться больших результатов. От действующей власти мы видели много ошибок. Одна надежда на эти три невластные партии, которые должны убрать все изъяны. Главным достижением трёх невластных партий на сегодняшний день является количество участников митинга. Присутствие более 20 тысяч человек на оппозиционном митинге говорит о том, что власти себя исчерпали. Перечислять ошибки власти будет долго, но самые основные из них – это позорная экономическая политика, из-за чего в стране сотни обанкротивших тех бизнесов, миграция и монополия. Оппозиционная тройка способна ликвидировать последствия политики действующей власти. Главное, чтобы, придя к власти, они сами были легитимны. Власти должны непременно подать в отставку, поскольку страна из-за них находится в кризисе. Действующая власть бездействует в деле улучшения ситуации в стране, а если что-то и предпринимают, то во вред народу. Лидеры партии призвали своих сторонников отказаться от самодеятельности и проявить терпимость. Они также взяли на себя права на принятие тактических решений тройки без уведомлений общества, ибо, по их мнению, когда о тактике говорится вслух, она перестает быть тактикой.